Добрый день еще раз всем, кто с нами и кто не с нами сейчас, а собираетесь посмотреть похоже. Мы продолжаем чтение книги Маниту «Секрет еврейства». И прежде чем мы продолжим его, я немножко вернусь к тому, что мы говорили в прошлый раз. У нас был в прошлый раз вопрос по поводу, в связи с тем, что я немного отвлеклась на публикатическую картинку, как она связана с благословением и со святостью. И через это возник вопрос, как соотносится, скажем так, эпидологическая картинка развития миров, как мы ее знаем из Кабалы, и тем, как представляет это Маниту, как развитие истории. Я сказала тогда, что по моим представлениям это две вещи, которые существуют одновременно. Хотя, возможно, этот взгляд не настолько очевиден. То есть, с одной стороны, существует такая картинка, которую можно назвать антологически. То есть, общая схема того, как миры развиваются, и эта схема действительно в процессе всей истории. То есть, она не зависит от времени, она существует вне времени и работает всегда. А с другой стороны, существует развертка его времени. То есть, она в тот момент, что закончен, например, мир Брия, то есть, творение, начинается созидание, творение уже прекращается, начинается другой этап созидания. Миры, которые называются у нас в Кабале, Ацелут, Брия и Цера и Асия. Ацелут – это мир эманации. Самый первый, если мы это раскладываем в истории, то это самый первый миг творения, когда происходит как бы творение чего-то из ничего. Как мы видели в книге Мониторе, это вовсе не так. Скорее, наоборот, творение ничего из чего-то. Тем не менее, вот этот первый миг, это вот как бы эманация, соответствует миру эманации. Потом есть творение, что это Брия, потом есть формирование, созидание, что это называется, ЕЦРА, а потом мир, в котором мы существуем, мир Асия, мир действия. И, возможно, возможно, я не могу сказать, что это достоверно, что есть в истории Кабалы различные подходы. То есть есть подход, когда воспринимают вот эту схему чисто антологически, как это, по-видимому, воспринимал Аризаль, когда он ее описывал. И, как я понимаю, такой подход он характерен для сефардской школы Кабалы, который, в принципе, Монитор спитал с детства. С другой стороны, вот такая историческая развертка Кабалитической схемы. Можно найти ее Рамхаля, и, по-видимому, ее придерживался Виленский Гаон, возможно, Лешем. Вот я думаю, как раз у Лешема есть то, что я вот, я говорила в прошлый раз, это как раз я то, что видела у Лешема, что у него есть сочетание вот этих двух схем, что, с одной стороны, он считает, существует антологическая картинка, а, с другой стороны, есть ее развертка в истории. И, возможно, поскольку, вот, как говорят, учение Рава Кука, оно очень близко к учению Лешема, я сейчас скажу, кто это такой, может быть, и у Рава Кука, скорее всего, у Рава Кука тоже такой взгляд на мир, поскольку, вообще говоря, Рава Кука всегда стремится объединить различные взгляды, различные противоречия, и в его учении очень много уделено места и времени тому, чтобы показать, как различные противоречивые теории и взгляды, они могут быть, сочетаться гармонично. Я упомянула Лешем, видимо, надо сказать, кто это такой, это был дед, это Рав, последователь Вилинского Гаона, может быть, и не прямой его ученик, но из его учеников самый талантливый, которому ученики Вилинского Гаона, его последователи отдали весь архив Вилинского Гаона, потому что они считали, что он гениальный каббалист, выше их всех, и он был дедушкой Рава Ильишива, лидера ультра-ортодоксальной общины еврейской. Это интересно, потому что его внук, Рава Ильишив, Захроноль и Враха, который недавно ушел в лучший мир, он в свое время писал эти книги своего деда. Лешем он называется по названию камней, камня, которые на груди первосвященника. Там есть один ряд, который называется Лешем швовый ахлама. Различные камни на груднике первосвященника, представляющие различные колены, и он свою книгу Рава Ильишив называл «Лешем швовый ахлама», сокращенно его называют иногда «Лешем», как и многих других авторов называют по имени его книги. Что касается Маниту, этот вопрос тоже. Я сегодня как раз пыталась прояснить у одного довольно авторитетного Равина, специалиста по философии, по Маниту и по многим другим хасидским, и философским учениям. Он действительно очень глубоко и хорошо это понимает. Он читает лекции в Бритулан тоже, иногда на иврите. Рава Шму-Люзейль. И вообще говоря, он сказал, что ему странно, но ему кажется, что Маниту считает именно так же, как считал Рамхаль, как считал Вилинский Галлон, что это картина развернута в истории, а не онкологическая. Хотя я ему сказала, что он не может читать и то, и другое вместе. Он сказал, что вполне это возможно, и может быть, так оно и есть. Потому что однозначно из того, что написано в Маниту, во всяком случае, в этой книге и в других его статьях, нет такого ощущения, что он выбрал однозначно какую-то, то есть отрицает онтологический смысл эту картину, что она существует все время и продолжает работать на протяжении всей истории. Но на самом деле он этому уделяет гораздо меньше внимания в своем учении, поскольку история – это то, что его интересует больше всего. Это то, что занимает центральное место в его учении. И мы дальше увидим, что на основе того, что мы учили и читали до этого, он раскрывает, все это ведет к тому, чтобы показать нам, какой смысл есть в истории, что история – это центральное место нашего мира. Еще одну вещь я хотела рассказать из того, что я сегодня слышала от Райва Узиэля. Это из того, что мы уже проходили раньше, но я считаю, что это интересное добавление к тому, что было. Когда Рабжишкин Ази говорит, мы говорили о субботе, и он говорил там, в частности замечал, что когда мы говорим, что Бог самоустранился в седьмой день, то есть в тот день, в божественный день, в который разворачивается наша история, не сказано, что он «нах», сказано, что он отдыхал, а сказано, что он «шаббат». это большая разница между тем, что он отдыхает, то есть полностью бездействует, и он разъяснил, в чем эта разница состоит. у нас есть различный взгляд на мир. Есть просто взгляд на наш мир, под отношением которого действительно Бог установил законы постоянные и не вмешивается в них, не меняет эти законы на протяжении существования мира. В этом смысле он вначале, до сотворения мира, он находился в покое, во всяком случае, все, что связано с божественной, его волей, его мысли, все это находилось внутри, внутри непостижимого нам божественного. Когда он начинает сотворять мир, мир начинается с странного состояния, которое мы назвали Тогу, и в котором, как Маниту нам объясняет, есть свобода воли у всего созданного, и это создает какой-то очень странный мир свободы воли всего. И это при этом появляется некая динамичность, то есть у мира появляется эта вот самая свобода воли, и в этот момент Всевышний выходит из состояния покоя своего, он начинает преобразовывать мир. Вот этот мир Тогу, он становится миром, и Цера, миром, в котором идет формирование, есть свобода воли Всевышнего, есть действие Всевышнего, и есть свобода воли вот этого самого мира. А потом, когда Всевышний устраняется, есть мир секунд, в котором свобода воли сосредоточена на человеке, а Всевышний устранился. То есть в самом мире, в самой природе его нет. То есть он как бы возвращается к первоначальному состоянию своего, инцов, в котором он действительно нах, он отдыхает, он не вмешивается совсем. В отличие от этого, то, что происходит в истории, это по-другому. В истории, в отличие от этого, Всевышний не отдыхает, он продолжает вмешиваться в человеческую историю. Он продолжает себя открывать человеку. То есть есть откровение, есть синайское откровение. Есть действия Всевышнего, которые являются явным вмешательством в историю. Вывод евреев из Египта, обращение к праотцам. История – это то место, в котором Всевышний не отдыхает. И в этом вот интересное большое различие между тем, что он скрылся совсем как бы из мира, с одной стороны, но не совсем скрылся в истории. То есть история – это то место, в котором мы можем открыть Бога в нашем мире. То есть, может быть, и в частной человеческой истории, так и в истории человечества. Остановимся, наверное, на этом месте. Остановим общие разговоры на этой точке. Если кто-то что-то хочет сказать, я бы послушала. Нет? Никто ничего не хочет сказать? Все понятно? Ну ладно. Тогда мы немножко продолжим. Там был конец, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Я боюсь делать шеринг, но как вы считаете? Я давала этот чек. Делать шеринг? Попробовать? Ну хорошо, попробую. Если вылетаю, тогда не знаю. Ну хорошо. Спасибо. Спасибо. А что, должен быть шеринг? Мы не видим текста. Ну вот, вот, вот с шерингом всегда проблема, да. Вот я пытаюсь сделать, а оно у меня зависает. Хорошо, что я совсем, не совсем пропала еще. Хотя бы звук слышен. Ну, у кого есть текст? У вас же есть текст? Продолжение следует. Вика, теперь ты организатор. Можешь нажать на паузу записи, например. Андрей, сейчас вы организатор. Попробуйте. А, все. Секунду, я вроде бы поставила на запись. Да, и будем продолжать. Давайте, мы сейчас говорили о том странном факте, что, не странном, а как будто довольно характерным, что в соответствии с взглядами христианства и мусульманства, как бы случайным образом они выбрали для себя свободным днем, символом нашего мира, восьмой день, поскольку они считают, что уже как бы пришло избавление, и мы уже находимся в восьмом дне, уже этот самый мир испытания человека закончен. Хотя это очень странно, если мы смотрим на этот мир, мы видим, что он совершенно неисправлен. А мусульмане, наоборот, они считают, что мы еще находимся в мире, целиком управляемый Всевышним, и у человека нет реально свободы воли, поэтому еще не настал вот этот седьмой день творения, в котором, как мы считаем евреи, весь мир находится. И поэтому они выбрали для себя как символ сегодняшнего дня, как свободный день, который символизирует, где мы находимся. Пятница. Мы уже упоминали, что, согласно Таре, вся история – это седьмой день творения, субботний день творца. Однако, согласно Кабале, сам этот день тоже разделен на семь частей. Это нормальная такая картина кабалистическая, по которой, как мы знаем, например, из «Счета омера», что у каждой из сферот, у каждой из аспектов творения, у нее есть внутри еще семь таких же, и каждая из семей дробится на еще более тонкие деления. То есть, скажем, есть бина шебе хохма, есть понимание в мудрости. То есть это разные вещи. Хохма – это мудрость, допустим, а бина – это понимание, если можно так по-русски перевести. И в каждой из них есть часть другого. И на самом деле, с точки зрения общей картины антологической Кабалы, именно вот эти внутренние деления, они обеспечат возможность связями между разными сферотами, разными аспектами. Но это с точки зрения антологической картины, а с точки зрения ее разведки в истории, вот этот седьмой день внутри у него то же самое, у него внутри в небо есть все те же самые... в седьмом субботнем дне есть внутри него все шесть дней, которые... все семь дней, которые дни творения. Поэтому как бы сам этот седьмой день, вся история человечества, она тоже проходит через этапы шести дней творения. В миниатюре как бы. С одной стороны, это седьмой день, день ОСИЯ, в котором есть постоянные законы, есть место для работы человека, но в каждой из отдельных кусочков этого дня у него есть свой характер, который чем-то отражает характер того дня, номер которого он несет. Сам этот день тоже разделен на семь частей, и человечество сейчас приближается к концу. мы находимся в конце шестой части седьмого дня. То есть подходит к концу шестой день. Если вся история разделена на семь, то шестой день сейчас подходит к концу. Но там вот тут непонятно. Насколько я знаю, день, есть понятие аллогические часы, там день на двенадцать делится, ночь на двенадцать. Это другое какой-то принцип деления? Как на семь тут делится? Нет, нет, совсем другое, конечно. Мы сейчас относимся к этому седьмому дню как к некоторому аналогу четырех, да? То есть тогда получается, он делится не по времени, да? Не по земному времени. То есть здесь понятие шесть тысячелетий истории. Но это же шесть. Да. А это совсем другое. Не-не-не, это оно и есть. А вот когда кончается уже шестой день, тогда мы входим уже в седьмой день. Так, во всяком случае, я понимаю, мы не тупо. Мы находимся, то, что он говорит, в конце шестой части седьмого дня. То есть пока мы еще находимся внутри вот этого исторического седьмого дня, большого, того дня, в котором Всевышний ШУВЭС, то есть не участвует, ушел от управления природой и оставил в природе свои законы. Это шесть тысячелетий, да? Это шесть дней. Как бы шесть частей этого седьмого дня. А потом должно прийти еще седьмой день седьмого дня. Такое, что здесь написано. С тех пор, как благословение и святость были принесены в мир, и творец спокоился от всей своей работы, чтобы дать возможность человеку стать полноправным партнером в исправлении творения, прошло почти шесть тысяч лет человеческой истории. И в настоящее время мы находимся в субботней ночи, истории с замгновения до последней встречи с творцом. То есть когда на самом деле будет седьмой день седьмого дня, это время встречи, это суббота, суббота. Трудно сказать, что и будет. На самом деле мне саму не совсем понятно. Я просто скажу, будет ли это уже восьмой рень, начнется в тот момент. Или еще нам предстоит перед восьмым днем еще целое десятилетие седьмого дня, то есть субботнего дня, которому будет исправление какое-то соответствующее седьмого дню. Мне вот это непонятно, и я не знаю, есть ли на это хороший ответ. Я попробую это узнать. Хорошо? Ну, я так думал, что сейчас идет там шестое, шестое тысячелетие, то есть шестой день, то есть пятница. Если день начинается с вечера, да, то сейчас идет где-то там первый час дня, да, после полудня где-то. То есть сейчас после полудня, а здесь написано про ночь. То есть он говорит, почему? Мы в каком? Мы в конце шестого дня находимся. Конец шестого дня? Ну, конец шестого дня, он же начинается, день начинается с заката солнца, значит, сейчас день должен быть. Ну, может быть. Когда день кончится, будет как раз вечер нового дня, вечер шаббата. Ну, вопрос в том, действительно, это как мы делим день, начинается ли он, это вопрос совершенно отдельный, есть вопрос, каким является день в Таре, с чего он начинается. Начинается ли он с вечера, как положено в Галахе, и как мы считаем всегда в обычной жизни, или Таре на самом деле и Галаха не обязаны быть полностью согласованы. И это мнение Рожбама, например, что так, как описан творение в начале, там имелся в виду, что день начинался не с вечера, а он начинался с утра. И это разногласие такое между комментаторами, которые считают, что в Шад Таре обязан отвечать галактическому нашему представлению, и теми, которые считают, что это не обязано быть. То есть есть галактическое представление, и есть представление другое. Вот представление Береши, например, что день там начинался с утра. И надо сказать, что и в Галахе тоже есть места, где день начинается не с вечера, а с утра. Например, в храме. В храме день начинается с утра. И ночью, после захода солнца, приносятся остатки жертвы, и мы, то есть части от животных, которые должны принести жертву, например, сожжены, там, эти цели, ну, курдюрчное сало, наверное, называете, да, которое запрещено для еды, должно быть выскурено на жертвенники. Эти все части, если их не успели принести в течение дня, их приносят ночью. Ночью, которая относится к этому дню, но не позже. И так же законы поедания жертвы, например, там, да, пасхальную жертву, ее едят в течение ночи, и так далее. А день начинается с утра в храме. То есть, есть еще много других примеров, зажигания свечей, и так далее. Тогда все сходится. Тут же речь идет про день творца. То есть, для творца сейчас, ну, для нас день. А, вот так хотите сказать, да? Ну, может быть, интересно. Надо подумать об этом, как это складывается. То есть, могут быть противоречия тут какие-то, что могут быть, может быть, разный взгляд, допустим, может быть, я подумаю, я не могу сейчас как это предложить. Я еще спрошу у кого-то, кто лучше в этом играет. А сейчас лучше в этом играет в маниту. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мы говорим сейчас, начали говорить о цели истории, да? Опять же, я не так сказала, это я сегодня или только собиралась. Вопрос о цели истории. Нет, я не сказала. Он, может быть, с философской точки зрения рассмотрен по-разному. Можно считать, и скорее всего, мне так кажется, что маниту так складает, что уже сам акт творения разумевает, что у истории есть цель. То есть, если он сотворен, ну, очевидно же, что он сотворен для какой-то цели. это нигде прямо не написано. то есть, это написано во многих местах, что скорее, что у мира, у тебя, у человека есть цели, у пророков и так далее. Харита и Мим, там, пророчества о грядущем мире. но с точки зрения философской, вот когда мы говорим о творении, является ли он для нас очевидным комминсенсом, однозначно понимаемым соображением, что если мир сотворен, он сотворен для чего-то. Это не так очевидно. Для маниту, мне кажется, это очевидно. очевидно. Но есть другие философы, которые считают, что это не очевидно. Например, то, что я сейчас вот слушаю там лекции про Розенцвайга. Как я понимаю, для Розенцвайга это не очевидно. То есть, для него сам отворение не означает, что мир и есть цель. А только откровение божественное, оно сообщает нам, что мир и есть цель. для Розенцвайга всегда необходимы компоненты с мир Всевышний и откровение, которые связывают человека с Всевышним и с миром. И поэтому вопрос о цели истории, он не так очевиден, как бы, как казалось бы, потому что для философов, которые смотрят на мир и из него строят свою концепцию, в отличие от Рава, как Рава Монису, который смотрит в сторону и в виде в странно описано, для них может быть этот взгляд различен. «И сотворил Бог человек по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил ныть, и благословил Бог и сказал им, плодитесь, размножайте, наполняйте землю, и обладевайте ей, владыче, и стойте над рыбами, морскими, над сыскими невестами, над всяким животным, движущимся при земле». Как мы уже упоминали в первой двоих петли книге, книги бытия, описывается, как земля создала из себя зелень, траву, деревья, круг, рыбу из воды, пересмыхающихся, птиц, кот, животных, и, наконец, самая высокая из естественных существ древнего змея. Он был во многом похож на первого Адама, был прямоходящим, умел говорить, подал умом и способностью корочеству, мог слышать слово «Господь». Это то, что мы все раньше уже видели. Однако, несмотря на подобие, отличия между ними более существенные, змей знает только одну сторону божественности, ту, которую выражает имя Элукин, а именно детерминистский аспект Творца. Что это значит? Мы уже говорили, Бог ушел, отстранился от мира и оставил в мире постоянные законы. Человек, который смотрит на мир, он видит вот эти постоянные законы. Это, на самом деле, тоже свет, след Всевышнего в мире, который их оставил, сделал их постоянными, чтобы человек, мы об этом уже раньше говорили, чтобы человек мог проявить свою свободу воли. Потому что, если в мире нет постоянных законов, ты ни на что не можешь положиться, не знаешь, каковы будут последствия этой посылки, то вообще не идет речь о свободе воли. И поэтому это тоже как бы некоторый аспект божественный. Он знал только того, кто создал природу и ее закон и устранился из реальности. Вот почему, когда змея обращается к Хаве, он говорит, ну, знает Бог, что в день, который поедите вы от него, от дерева познания, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. При этом змея не знаком с четырехбуквенным именем Всевышнего, он говорит, как боги. В той части жизненности, которая обновляется и обновляется, изменяется и развивается, выражается в материальном и в нравственности через личное управление Творца жизнью человека и которая отрожена в особости человека разделить моральную ответственность за творение. Рам говорит здесь об изменении, которое происходит в мире. Тех, с которыми змея не знакомы. Змей, он часть природы, часть природы, в котором, как я в предисловии говорила, Всевышний полностью ушел из нее и в котором нет движения на самом деле, нет изменений, нет вмешательств, нет фактически места для продвижения истории. Тот аспект, который связан с продвижением, с изменением, с вмешательством Всевышнего, это аспект исторический. История, в ней человек действует, в ней человек влияет, в ней человек делает свой моральный выбор и таким образом становится партнером Бога в мире. Понятно, да? Непонятно, вот почему, когда змея обращается к Хаве, он говорит, и как вот это связано, и почему он именно это говорит? Он говорит, знает Бог, не знает, он не употребляет четырехбухганное имя, вот что, ничего особенного он не хочет сказать. Он просто не знаком с этим именем. Мы находимся во второй главе, где это имя уже появляется, в первой главе его нет вообще. Там идет речь о созидании, формировании природы и так далее. Там еще нет истории. Имя четырехбухганное, оно связано с действием Всевышнего в истории. То есть, змея, получается, имеет в виду, что вот этот детерминистский мир, в котором, если мы будем знать все то мы сможем предсказать его дальнейшее там развитие, которого, собственно, нет, потому что все предсказуемо, все вот это, что ли, имеется в виду? Да, я думаю. Мне кажется, я в прошлый раз или в прошлый раз вкратце пыталась описать, какие различные теории детерминизма и функционирования мира существуют. Не хотелось бы сейчас к этому возвращаться. Это довольно, так сказать, их довольно много. Они по-разному смотрят на на то, что такое детерминированный мир. Начиная с тех, которые действительно реально считают, что по науке действительно в мире есть детерминизм. несмотря на то, что у человека есть ощущение, что у него есть свобода воли, на самом деле реально свободы воли у него нет. Вот такой профессор, который по собственной воле такую теорию развивает, он уверен, что это на самом деле не его воля, а влияние гормонов, химических соединений и так далее. это одна крайность. То, что я представлял, как я понимаю подход монету, то он считает, что у нас есть две глубокие интуиции такие внутренние. Одна, что у нас свобода есть, воля есть, невозможно ее отрицать, потому что действительно мы попадаем в какую-то парадоксальную ситуацию, а второе, что в мире есть причины и следствия, то есть законы природы, которые мы видим и на которые мы можем положиться. Это тоже очень важное внутреннее ощущение, которое, в общем, тоже не обязательно. Никто не сказал, что завтра сон встанет, но мы привыкли к этому. Ну, каждый день одно встает. Знаете, этот анекдот программист, я заметил, что каждый день солнце встает. Он говорит, да, ты уверен, что это каждый день? Каждый день. Ты много раз проверял? Много раз проверял. Он говорит, работает, не трогай. Поэтому, на самом деле, ощущение такое, что всегда будет как бы всегда камень вниз, и завтра он будет падать вниз. Оно очень базовое, оно очень важное. Мы обязаны на него как бы лагаться, нахи жить в этом мире невозможно. И поэтому два вот этих вещей, они никак не согласуются с друг другом, они парадоксальны. Если мир детерминирован, то как бы при чем здесь моя воля, как она, все зависит только от молекул, от полей, электричества, нервов, химических соединений. Где здесь я? И это, на самом деле, объяснение единственное, что это чудо. Это то, что мы не в состоянии понять, что это чудо творения, которое Бог внес, и оно реализуется только через человека. То есть, реально, у кого есть свобода в этом мире, это человек. Человеку дана возможность, как бы нарушая законы природы, действовать здесь и проявлять свою реальную свободу воли. Но у змея ее нет. Вот в этом вся разница. Он видит мир только в детерминистом его представления. Получается, у змея на тот момент больше знания, чем у Адама, или змея думает? Ну, я не думаю, что у него больше знания. Но у него нет как бы нет видения изменения мира. Нет видения возможности свободы выбора. Ну, да, это понятно. Но он их все-таки как бы ловит на что? Что вы что-то узнаете, что вы не знаете сейчас. Да. Дальше надо сказать, что мы увидим что Рав вообще не разбирает эту историю сведения от дерева познания, потому что он говорит, это настолько непостижимая для нас сфера. более глубокие объяснения, что именно. Я когда-то пыталась немножко высказывать собственные представления о том, чем их соблазняет и почему соблазняет их змеи. Что его толкает к этому, например. Но однозначно я не могу и думаю на этот вопрос ответить. когда он им говорит, что вы будете как боги знающие добро и зло, возможно он хочет их перевести на некий уровень, опустить на более низкий уровень, чем на нем находятся люди. Слешить их каким-то образом свободы выбора. Мне-то окажется, что он тут действует как некая природная сила, которая толкает их к тому, чтобы нарушить вот это заповедь, которую Всевышний им дал. Потому что у них была свобода выбора, есть или не есть. Но когда кто-то тебя толкает к этому, ты как бы эту свободу выбора лишаешься. Но это только как бы намек. это мое ощущение. Что нас здесь интересует? Нас интересует история человечества. С другой стороны, первый человек был сотворен из праха земного, а именно у него было тело, его природная часть, связанная с исходным материалом всего творения. Но у него также есть и духовная часть, делающая его способным к признанию творца. пониманию законов нравственности и проявлению братства. Это общая формулировка, такая маниту, которая все время возвращается. Проявление нравственного поведения и отношения братства. тема, которая в принципе маниту очень заботит и которая он выделяет это очень заметно и помимо маниту во всей таре, что Торар занимается взаимосношением между братьями. Это огромная тема в в книге Берешит взаимношения между братьями, начиная с Каина и Эвеля, продолжая там Ишмаэль и Ицхак и Ишмаэль, Яков и Исаф, Юсеф и его братья. Большая часть взаимношений о которых говорит Тора в книге Берешит это взаимношения между братьями. И не случайно наши мудрецы в Талмуде, когда они разбирают там причину тяжелых гонений на мудрецов, они приводят причину, что вот этот конфликт между братьями Юсеф и его братья, он не был до конца разрешен. То есть они видят в том незаконченности конфликта будущие причины разделения царств и всех других несчастья, которые происходят потом в Израиле. То есть то, чем занимается Израиль, он пытается наладить братские отношения, правильное отношение между человеком и его ближним. И я это подчеркну, поскольку это выражение все время встречается у монету, нравственное поведение и братство, то есть правильное отношение к ближнему. часть, часть, которую творят своими руками вдыхает в человека это душа или подобие Бога. Она проявляется в силе и желании давать и влиять. Так как Всевышний дарит человеку его жизнь, это же свой в самом человеке давать и влиять, как мы говорили раньше о благословении. Человек получает благословение от мира, получает благословение от Всевышнего. И это же свойство, которое он получает, дает ему возможность передавать благословение дальше. Это часть общего человека и творца. Как сказано, создадим человека по образу нашему, подобию нашему. Однако не следует забывать, что Адам и Ева были созданы непосредственно творцом. Медраж говорит, что им было около 20 лет, когда они были созданы. Они были идеальными по форме, облачены в свет и высотой от одного конца света до другого. Вот тут как раз мне это упочеркивает, что это сущности, которых мы не можем понимать и знать, каковы они были. Мы не можем представить себе реально, что-то происходило в райском саду, облачены в свет. Я думаю, что здесь примечание сказано, да, есть намек на то, что сделал бог одежды кожаные и одел их. И есть салмуди сказано, что в таре Раби Мейра было написано одежды из света. Ну, комментаторы говорят, что вряд ли Раби Мейр просто изменил слова в таре и написал вместо айна алиф. Обычно говорят, что это были типа комментариев на полях его тары, что он написал как некий комментарий к словам игра слов между ор и ор, между ор кожаной и ор свет. То есть есть некоторый аспект, в котором мы можем видеть эту вот фразу, этот стих вторая, что бог делал им одежду из света. Это не была обычная одежда кожаная, которую сделал он человеку. сущности Адама и Хаве в райском саду, в саду Эдена, они вовсе не такие, как сущность человека, который начинает историю. То есть реальные люди это уже в общем их дети. Или Адам и Хаве те, которые начинают свой путь уже вне сада. А в саду они это что-то, о чем говорить там очень сложно и что мы плохо понимаем. Из этого описания понятно, что все, что говорится нам об Адаме и Хаве в первых главах книги Бытия является метафизическим описанием, недоступным для понимания на основе нашего опыта, поскольку творение из ничего подобного с творением Адама и Хаве совершенно непостижимы человеческого понимания. Вот это то, что я уже говорил раньше. Мы ранее уже намекали на процесс раскручивания миров из бесконечного света, начиная с Адам Кадмон, это по-русски про человек, наверное, надо сказать, но это некоторый мир, что-то такое, как схема мироздания, чтобы доказать, что это еще до бацелута, после этого монасты, творение, созидание действия, кончая нашим земным миром, реальным миром. Чтобы каким-то образом проиллюстрировать нашу неспособность спасти сущность первого человека, приведем Медраж, который говорит, что Адам и Хава были созданы без пупка. Ну, понятно, да, откуда у них пупка. Мне кажется, как раз это не так усиленно подчеркивает, я не знаю. Но это как-то антично, если он не рождался с полой пупка, нет. Но, возможно, это что-то очень глубокое говорит нам про то, что такой был первый человек, первый Адам. Первый человек был творением, непосредственно узнавшим своего творца, но, тем не менее, он согрешил. Согласно тому, что в этом открытый таран, при его падении его душа взорвалась и росла на тысячи тысяч осколков или искр. Из этих искр состоит все человечество в течение всей его истории в этом мире. Ключевой вопрос, который мы хотели задать на данном этапе, какова цель создания всех этих миров? Чего хотел достичь творец с помощью этого процесса перехода от единого мира к сложным разделенным мирам цепочек творений сокращений клубов и линий всей этой баллистической структуры, ломки сосудов, бесконечных миров? И в конце всех этих процессов мы приходим к вопросу какого человека в этой обширной системе сокращений и сокрытий. вопрос о цели истории для чего все это создано? Как я уже говорил, мне кажется, что поскольку монету задает этот вопрос именно в такой форме, мне кажется, что ответ должен лежать, должен возникать естественно. Мы видим все это, как нам описывает этот каббала и как нам описывает книга «Бытия». У нас возникает вопрос, зачем это все создано? Для чего это все создано? Для чего это все значит есть цель. Давайте остановимся здесь. Я спрошу еще, может быть, есть вопросы. Я не уверена, что на все я могу ответить. или кто-то что-то может очень важное хочет сказать. Продолжим немного, как вы считаете? Да? Ну, давайте дальше. Мы уже упоминали, что творец уступает место творению таким образом, дает возможность с другом существовать отдельно от него. То есть вот этот акт творения, акт милости, милосердия, давание места другому, а он очень важен для понимания сущности творения и то, чего мы можем извлечь из него для себя. Ближайшая к этому ситуации в нашем мире беременность и роды. Разберем стих, описывающий первый раз денег, который происходит после изгнания Адама и Хавы Садеде. И Адам познал Хаву, жену свою, и она засяла и родила Акайна. И сказала, приобрела ее человеку с Господом. Еще родила брата его Эвеля, и был Эвель пастырь Овец Акайна. Акайна. духовного мира могут происходить много духовных миров, но внезапно в реальности духовных миров происходит чудо рождения этого мира, рождение материального мира из бесконечных духовных миров. То есть происходит нечто снова непостижимое для нас, даже если мы в состоянии представить себе духовные миры, насколько мы представляем себе наш собственный дух. Тем не менее, очень трудно тебя представить, как из духа, может, из самого, из чистого духа, может, вдруг родиться материальность. Чудо рождения аналогичная история Адама и Хавы. Адам и Хавы до греха были духовными в том смысле, что они были созданы непосредственно творцом. И затем внезапно происходит чудо рождения из-за начала родила. Это рождение такое же великое чудо, как изжатие света бесконечного творца, чтобы освободить место для создания отличного от него для парения. Потому что рождение это не что иное, как встреча матери и отца, которые создают новую сущность, общую для них обоисть, и при этом отличную от них добавление к ним подобное плоду в отношении к дереву. Мне кажется, тут есть интересная аналогия творения мира и сотворения плода. Сначала у нас есть творец который создает этот мир как бы рождая его из себя, но вместе с творением мира он дает человеку роль в этом мире и говорит будем партнером. Человек становится партнером Бога и они вместе творят что-то в этом мире на протяжении истории. и это само по себе поразительная вещь, само по себе трудно представимая. Мне кажется, всегда наш раз пытается в какую-то каинскую или мы говорим что все от Бога, все ему управляется и направляется все как говорит Талмуд над каждой травинкой стоит ангел и говорит расти расти полный такой фантализм на самом деле от нас ничего не зависит что фактически очень похоже на этот демократный научный который от нас ничего не зависит у человека нет свободы воли все только молекулы и химические реакции и сказать что человек может что-то в этом мире сделать что он может стать партнером творца что он в каком-то смысле тоже сам творец исправляет добавляет строить нет это поразительно как это может быть и вот это вот это самое такое поразительное чудо так же трудно себе представить как неожиданно из двух людей раздается нечто совершенно новое что у ребенка есть два квартала есть отец и мать есть чудо рождения ничего-то совершенно нового это мы так к этому привыкли в нашей жизни что оно постоянно происходит там в то время дети рождаются это все работает есть какой-то механизм который этим управляет но на самом деле с точки зрения замысла это поразительная вещь что это придумал что из двух разных людей может жить третьего совершенно нового остальное гораздо проще он сиделится и делится и делится ну может какие-то изменения происходят по поводу там остатки ну что ж такого все нормально все прекрасно а тут такое что совершенно не чудесно по-моему давайте здесь остановимся я я бы с удовольствием еще послушала не слышу я Андрей что-то вы говорите то есть аналогия понятно как я изучал в кабале внутри него развивается вот этот плод который слит даст творцом и вот это вот все вот эти творения но задача тебя чтобы уже получил получил стал самостоятельный какой-то единицей человек ну и в случае творца это творение то есть он его сначала взращивает будучи то есть творение будучи слитым оно как-то растет растет но задача отделить чтобы он стал свободным я вот так понимаю да это все верно вот здесь это но хотелось вы прояснить вашу мысль задача в каком смысле то есть вы считаете что эта задача она еще впереди то есть пока человек еще не вышел на какой-то моральный уровень необходимый он еще как бы не не получил этого права партнерства ну чтобы стать партнером мы должны сначала отделиться то есть стать реально свободными независимыми и потом уже творцу то есть и тут уже возможно каждый человек на разных этапах находится кто-то еще находится под управлением звезд и созвездий ему нужно еще осознать посмотреть наверх там создать вопрос кто сотворил все это и тогда уже начать свое возвращение кто-то уже находится в партнерстве с творцом как так да вот это вот и есть процесс конечно да спасибо ну можно сказать что и с плодом и с ребенком это самое происходит его рождение еще не означает его выход свободное становление как человека и обретение свободы воли это длинный процесс многими этапами возможно у него уже есть личность у него есть потенциал себя реализовать но пока он вырастет еще проходит время ну да он физически отделен от матери но как бы все равно продолжает он все от них получать там все питание информацию потом он начинает выходить из дома там познавать мир с кем-то знакомиться то есть процесс продолжается опять же спасибо Нехам у меня вопрос если можно я задам можно? опять же нельзя если я смогу да если он будет слишком сложный ну просто говорите не можете ответить и все потому что я еще не могу найти прозвучала у Рава такая фраза о том что Адам был создан человеком человеком с большой буквы в то время как по земле уже бегали какие-то дачи люди человеки которые в то время уже бегали которые там охотились за мамонтами и все дела он так не писал Рав это конечно согласовывает как-то эту теорию эволюционную да и какие-то археологические находки и все дела согласовывает каким-то образом с повествованием Торы но тогда не отвечает на вопрос откуда люди вот для меня для меня этот вопрос кто эти люди что вот как раз мне кажется это объяснение Рав Ачкенази оно очень очень подходит к такому пониманию оно просто немного его как бы углубляет и рассматривает его метафизическое как бы значение когда мы говорим что земля смогла создать существо очень близкое человеку то есть этого змея да змея это на самом деле человек просто человек не моральный человеку который еще нет представления о нравственности о морали нет представления о божественном в смысле взятия на себя ответственности за этот мир от требования морального требования как требования божественного да это то что мы отождествляем с первым Адамом. То есть первый человек, первый Адам, с одной стороны, это некий метафизический рассказ о Ганедене, о ссаде Эден, в котором он существовал, в котором происходят некоторые события сведения о дерево познания. Скажем, вот с этого момента начинается история после сведения о дерево познания. Запускается история такая, как мы ее знаем. То есть это происходит одновременно с началом субботы, отстранением Всевышнего от мира и выходом человека из этого сада, то есть выход в мир, начало истории. В этот миг появляется человек, который внешне может быть такой же самый, как тот человек, которого создала эволюция, но в нем есть добавок, в нем есть моральное чувство, в нем есть нефиш хая, как мы говорили, то, что Всевышний у него вдохнул. То есть представление о морали, представление об ответственности. Рядом могут быть те же самые люди, которые очень на него похожи, у которых этого нету, которые как бы змеи. Я правильно понял о том, что в таком случае получается, что... Сейчас надо сформировать мысль. О том, что вот эти люди, о которых было сказано, что они бегали за мамонтами, они продукт эволюции от того, что из этого белка, который в океане, в этом супе варилась, вот это сварился человек, получается. То есть он не является продуктом творчества Всевышнего, он такой природный продукт. Да, но об этом мы говорили в начале книги, когда он говорил, и повторял несколько раз, что до начала седьмого дня у природы как бы была свобода воли. У природы была свобода воли. Ей Всевышний велел сделать человека морального, но она не дотянула, не сделала человека морального, а сделала человека такого, как получил. То есть мы на протяжении всех семи дней видели, что мир, природа, материя не может реализовать полностью божественные планы. И это само по себе входит в божественные планы. Потому что она оставляет человеку место для совершенствования мира. Но в результате вот этой эволюции это как бы то, что природа могла сделать. То есть это совершенно не противоречит теории эволюции, а наоборот, очень даже с ней согласовывается. Ну то есть среди современного человечества уже их потомков не должно быть, если их смыл потопом. Это я не могу точно сказать. Потому что Раф, я не могу пальцы показывать, но Раф говорил, что человек может опуститься, мы читали это, если вы помните, если кто-то помнит, был здесь, что человек может опуститься на уровень змеи. То есть он может потерять свой человеческий образ. Может быть, не совсем. Может быть, в глубине души Нефиш Хая живет в нем, но она как будто совсем исчезает. Ну, во время потопа, например. У них же был выбор, у них же была божественная душа Нефиш Хаяда. Живая душа, которую Бог в них вдохнул. Тем не менее, они отпустились до уровня змея. В этом разговоре, который присутствует в первых книгах, в первых главах Берешита, там идет речь о том, что сотворим человека. Я читал комментарии, где описывается, что это Господь Всевышний разговаривает с природой. Сотворим, да? Сейчас, получается, у меня какая-то такая мысль, как будто бы природа уже это человека создала, да? А получается, а души нет, так получается что? Что Адам это был душой? Душа была? Как согласовать? Я не берусь согласовать секундочку, все Медраши. Советовался с природой, это в Медраше сказано, что он советовался с ангелами. И на самом деле, это тоже ничему не противоречит, потому что вот эти вот ангелы, которые представляют собой силы природы, они не... То, что подчеркивает Медраш, это в точности то, о чем мы говорим, что они не свободны с концепцией свободы выбора вообще. Для них существует, может быть, добро и зло, но нету идеи свободы выбора, и поэтому они возражают против того, чтобы Бог создавал человека. Ну и сейчас задача уже осталась той же, да? То есть человек, он является таким соработником Всевышнего в том, чтобы возвышаться и как-то подниматься в духовном плане. и я так понимаю, то же самое и в первых главах, вот как раз и говорится. То есть, а что изменилось? То же самое. Сотворим человека и сейчас, и сейчас, Ксимаш не обращается к каждому. Ну, это все нормально, да? Все в порядке. Сотворим человека, это после того, как Земля уже не смогла сотворить. Вы, вот я бы скажу сейчас, мысли вы ее подтвердите или нет, хорошо? То есть получается, что на каком-то этапе эволюционного развития у человека появляется настолько уже мощный интеллект, чтобы быть способным воспринять божественное, да? И вот это божественное преобразовывает из этого, ну, скажем бы, полуживотного, образовывает уже какого-то хомо-запианса. Смотрите, я не могу точно сказать. Можно так понимать. Я думаю, что такое понимание возможно. Пока что на этом остановлюсь, так все подпокоит себя. Да, если вам очень хочется понять, как это реально реализовалось в истории, мы больше говорим о каких-то метафизических вещах, а не реально, как это произошло в процессе эволюции, потому что согласовать их не всегда можно и однозначно и не всегда может быть нужным. Есть люди, у которых есть очень сильная потребность согласовать все, что написано в таре с достижениями науки. И по этому поводу написано много книжек интересных и разные есть теории согласования. Если завтра теории научно изменяются, то приходится заново согласовывать. Все это нормально. И для того, чтобы себя успокоить, если человеку кажется, что это противоречие мешает ему гармонично воспринимать мир, то, конечно, я думаю, вполне можно так себя объяснять, что на каком-то этапе эволюционного развития есть вмешательство Всевышнего в историю, которое делает из человека человеком. То есть появляется человек омозапиен, что вы говорите, человек моральный, человек с понятием о морали, способный воспринять мораль. До этого такого не было. Были какие-то как это сказать, портотипы, да? Человека, который не тянул, не мог, не был способен к моральному выбору, к партнерству со Всевышним. А с какого-то момента история эта появляется. появляется. Спасибо, Рокол. Вполне можно так понимать, я думаю. Андрей, как вы думаете? Ну да, я так, собственно, и думал, что все, как нам говорят ученые, там, неандертальцы, человек Денисов предлагает мораль, творит человека морального. То есть, ну, мне интересно другое, что природе было предложено создать вот эту душу живую, она не смогла. Творец вмешался. И получается, весь этот процесс, он так дальше и продолжается. На прошлом уроке мы учили, что у еврейского народа тоже и вмешивается творец, делает вот это дарование Торы. Так получается, и процесс продолжается до сих пор. Мы видим, что народы там пытаются как-то создают там прогресс, ООН как-то обуздать свое звериное начало вот это животное и все равно ничего не получается. То есть, нам опять нужно ждать того, что вмешается творец, все исправится. Я не знаю. Не знаю. Посмотрим. Это трудно сказать, что будет дальше. Я помню, там дальше в книге там есть немного о том, как это все происходит постоянно, возвращаясь на круги. Своя довольно занятная модель, которая рисует манитур. Не буду спойлер сейчас больше говорить. Там просто красивую картинку он рисует такую, как это все время происходит. Ну да, и это процесс, который все время происходит. Все время поднимается на некоторый новый этап все-таки цивилизация. Мы доходим до какого-то уровня. Дальше оказывается в каком-то момент терпим фиаско. Приходится снова вмешиваться в более открытой или в менее открытой форме. Возможно, сейчас уже, так сказать, у нас есть надежда на то, что мы сами сможем справиться. Но сто процентов кто же знает. Ладно, давайте на этом закончим. Очень было приятно сегодня с вами пообщаться. И смотрите, давайте в следующий раз, Андрей, если вы будете, тогда на вас положимся, что вы будете ставить текст. Ну да, можно, если будем. Да. Наверное, просто это какие-то опции, потому что как-то раньше не получалось ставить текст с участником. Видимо, Натан сделал возможность с участником тоже ставить. Ладно. Всем до свидания. Большое спасибо. До следующего раза. Спасибо, Дахан. До свидания. Благодарю.